Наблюдать за сборной Беларуси на турнире памяти Халибского мы будем не в контексте соревновательных амбиций. У руля национальной команды вновь, как и четыре года назад, встал Анатолий Буяльский. Состав прилично обновился, сохранив при этом костяки из опытных баскетболисток. И теперь, для обновленного коллектива, куда важнее притереться друг к другу, отточить комбинационную игру. Сейчас у нашей команды не самый оптимальный состав. После родов пока не набрала свою лучшую форму Анастасия Веремеенко. Из-за проблем с коленом не ездила на сборы в Литву и Латвию, разыгрывающая Александра Тарасова. Также на днях расположения главной команды покинула центровая Марина Крес. Возвращаясь к стартовавшему сегодня турниру, необходимо отметить, что соперницами белорусок станут сборные Румынии и России. Все страны-участницы привезли сильнейшие составы, так как тоже готовятся к выступлению на континентальном форуме. Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 по 28 июня в Венгрии и Румынии. А в четверг белоруски проводили дебютный матч турнира против Жовто-Блокитных и обыграли Украина к 78-62. В другом матче дня Россия разгромила сборную Румынии 71-42. Нам надо сыгрываться, потому что очень много моментов, когда комбинация идет, или кто-то начинает игру один в один, и просто команда не успевает подстроиться под мяч, под атаку. Поэтому вы можете видеть, как мы иногда просто стоим и смотрим друг на друга. Это, в принципе, командная игра, но это все наигрывается на тренировках именно в таких турнирах перед Европой. Так что, я думаю, у нас есть время, надеюсь. Я не знаю, осталось полторы недели. Не знаю, повезет, надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok